Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И что такое суперджоб сейчас? Что такое суперджоб сейчас? Давайте с последнего вопроса. Это больше 100 тысяч компаний, которые ежегодно подбирают с нашей помощью персонал, а вообще через нас прошло за 15 лет больше миллиона юридических лиц, иных уж нет, а те далече, что называется. Вся страна. Практически, да, не только наша. В оперативной базе около 20 миллионов резюме, и это примерно половина экономически активного населения в стране, которое реально выходит на рынок. То есть, если мы убираем силовиков, бюджетников, то, в общем, так или иначе, редко кто, кто искал работу за последние 15 лет, осмысленно, на рынке. Мимо вас, да? Мимо нас, да, было достаточно сложно пройти, и, в общем, до сих пор достаточно сложно пройти мимо нас. Это 200 человек в офисе, и порядка 70 человек удаленно. Вот примерно так это все происходит. Около миллиона человек ежедневно на сайте, примерно, точнее так, уже на сегодняшний день половина – это на сайт плюс мобильное приложение. iOS, Android, чуть-чуть WinFone, ну, то есть, 4 платформы, терабайты трафика, там уже больше, чем 4 платформы, я, в общем, уже запутался. Чувствуете ли вы, что вы онлайн-компания? Ну, в общем, да. И вот, например, с точки зрения, какая, например, разница? Приходят люди к вам из офлайн-бизнеса, с чем сталкиваются? Смотрите, какая разница. Да, я вот сейчас очень боюсь слова «мобайлферст», когда мы начинаем говорить, да, слышали, наверное? Нет, ну, там, мы «мобайлферст», вот у нас первое направление, мы там концентрируемся на мобильном направлении, еще что-то. Когда мы начинали суперджоп, конец 90-х, начало 2000-х, у нас вот даже произнести фразу «интернетферст» или «вэбферст» – это такая сложная, вот язык бы не повернулся, мы просто этим жили, в этом жили. После того, как традиционные какие-то издания бумажные, типа, там, «работа и зарплата», «работа сегодня», что там еще было, да, начали говорить, что они «интернетферст», что вот у них теперь стратегия развития интернета, стало понятно, что они перестали вообще понимать, что происходит, ну, и на сегодняшний день благополучно они практически все не существуют. У нас уже много лет есть мобильные приложения, сначала мы думали как-то, что это, в общем, поиск работы, тема не мобильная, поиск персонала тоже тема не мобильная, то есть, надо к этому подойти осмысленно, спокойно разобраться с предложениями, но получается следующее, что тип потребления контента, он поменялся, если 5-10 лет назад все потреблялось с десктопа, то сейчас основной тип потребления не корпоративного пользователя – это мобильные устройства. Скорость открыли, да, все, что там перед собой. Это с собой как-то, да, люди перестают покупать домой десктопы, рынок ноутбуков тоже слопывается, соответственно, мы идем просто здесь в тренде и предоставляем все те же сервисы, которые мы раньше предоставляли и продолжаем предоставлять через, условно, старый интернет, через какие-то новые девайсы, которые есть на сегодняшний день. Мы, в общем, все время продолжаем экспериментировать, проводим у себя внутри, у нас есть инфраструктура для этого, какие-то там мероприятия с людьми, которые совершенно на переднем крае, которые совершенно на переднем крае работают с виртуальной реальностью или с брейн-компьютер интерфейсами, в общем, потому что что будет завтра, мы не предполагаем, и, в общем, моя задача, ну, как-то смотреть чуть-чуть вперед и все время всю компанию пугать тем, что будет завтра, и что надо срочно-срочно вот перейти на электроды в мозгу и еще что-то, в общем, как-то вот так вот мы и живем. Когда вы сказали, что вы хотите компанию пугать, и мы буквально там перед входом, я хотел спросить, а какая ваша роль в компании? И вы говорите, я доставляю там разного рода неудобства, пытаясь столкнуть их с привычным образом мышления, для того, чтобы они задумались о другом о чем-то. Какова ваша роль как основателя сегодня в компании? Какую функцию вы несете? Ну, я вот до эфира сказал, что я мешаю всем работать. Я, в общем, совершенно не шучу, когда об этом говорю, потому что есть замечательная команда, которая просто оперативно отстраивает процессы, совершенствует процессы, работает с клиентами, занимается разработкой и, в общем, вмешиваться вот в эти процессы, ну, я вообще бы все испортил уже давно, поэтому, вот, а вот какие-то вещи связаны, ну, с чем-то новым, может быть, тем, на что не хватает времени посмотреть в оперативном режиме у кого-то, с какими-то там, ну, совершенно, может быть, там, дикими экспериментами, давайте сейчас все отключим и посмотрим, что будет, да, дальше все начинают говорить, не надо, Алексей Николаевич, давайте мы спокойно там за две недели сделаем АБ-тест, что-нибудь с программой, мы вам все расскажем на цифрах и на аналитике, ну, мне, как правило, хочется очень быстро проверить какую-то идею, гипотезу, я кричу, так, все, выключить, смотреть, как реагирует пользователь, ну, потом приходится часто извиняться перед командой, говорить, ребят, ну, погорячился, извините. Алексей, вот на Западе онлайн-компании, они, по сути, приносят в нашу жизнь, в менеджмент, я все-таки больше сторонник менеджмента, потому что, там, 20 лет корпоративной карьеры, управление банками, а сегодня это консалтинг управлянческий, это какие-то новые инновации технологий, инновации в области общения. Google выпустил книжку «Правила работы Google», которую зачитывают HR-директора с точки зрения технологий подбора персонала к себе в компанию. Например, там, Oracle проповедует невероятную корпоративную культуру, я не знаю, там, Запас – это, там, ну, легенда с точки зрения доставления счастья. Суперджоп входит в крупнейшие российские интернет-компании. Какую инновацию в области менеджмента и управления корпоративной культуры вы несете своим существованием? Смотрите, наш слоган – много лет работа должна доставлять удовольствие. Я не могу сказать, что это какая-то инновация, потому что, по-моему, еще к конфуцию приписывается фраза, что займись тем, что тебе нравится. И ты не будешь работать. Да, тебе не придется работать ни одного дня. Соответственно, вот я это декларирую и стараюсь вокруг себя строить, как-то так, чтобы людям, которые у нас работают, работа доставляла удовольствие. Только тогда они могут раскрываться. Наверное, мы не идеальны в этом. Но стараемся. И люди, которые от нас уходят иногда, часто возвращаются. То есть, те, кто от нас уходит по нашей воле, по воле компании, редко возвращаются. Те, кто от нас уходит по своей воле, посмотреть, где лучше. Или ребята-разработчики часто уходят в какие-то там, ну, как кажется, более интересные стартапы. Брендовые компании или стартапы. Нет, как раз брендовые достаточно редко, а какие-то там собственные стартапы, еще что-то. И люди возвращаются, это замечательно. Опять же, у нас, поскольку больше, чем наполовину коллектив женский, в основном работают с клиентами девушки, потому что для молодых людей, это вот суперспец должен быть, чтобы работать с клиентом. Наши нервы только женские. То есть, вот у мужчин должны быть стальные совершенно нервы, чтобы работать с клиентом. А у девушки они должны быть обычные. Они более восприимчивые. Они просто более гибкие, поэтому клиентский труд для мужчин, на мой взгляд, это подвиг, это намного тяжелее, то есть, это челлендж такой. Для девушки это тоже челлендж, но вот если бы меня допустить к работе с клиентами, я бы всех распугал и разогнал уже позавчера. Иногда я даже пытаюсь работать с клиентами, потому что у меня хобби, я читаю обратную связь. Не только роботы читают, да? Не только роботы читают, хотя, наверное, на 98% обращений в обратную связь у нас отвечают роботы, потому что все автоматизировано, никаких новых вопросов не поступает, соответственно, на 90% вопросов может ответить автоматическая система. Но какие-то вопросы, которые по сути идут, и вот робот в них не разобрался, я стараюсь несколько раз в день заглядывать в обратную связь. Чтобы понимать, что происходит. Ну, чтобы понимать, что происходит. Отсюда рождаются планы какие-то доработок, изменения системы, концепции? Да, рождаются, но, скорее, это не по конкретному запросу пользователя, а накапливается критическая масса, например, каких-то запросов, которые ты даже в ежедневном режиме увидеть не можешь, потому что они размазаны, и их много. Но когда система анализирует это все, то за какое-то время мы видим, ага, вот таких обращений такого-то типа слишком много. Ну, то есть, что люди запрашивают пароли, помощь в восстановлении пароли слишком часто, условно, и мы смотрим, что же у нас там. Хорошо. Что-то не так. Вернемся к нашей теме. Менеджмент – наука ситуативная, то есть, в зависимости от ситуации. 90% книжек о менеджменте, о бизнесе, бизнесе, о литературе, это когда какой-то консультант или гарвардский профессор приходит в какую-то компанию, смотрит, что было сделано, потом описывает это, и порождается какая-то теория управления. Соответственно, люди, которых описывали, они не думали изначально, там, тот же Тони Шейл, он не думал, что о нем будут писать книгу для того, чтобы создавать эту компанию. Я уверен, что Алексей Захарович тоже напишет книгу, или он сам напишет, им, если что, сподвигнем, сподвигнем. Так вот, работа доставляет удовольствие – это был какой-то жизненный принцип. Я считаю, что акционер, в первую очередь, мы говорим, если он в одном, может быть, их несколько, до трех человек, они в состоянии создать вот это коро, ядро корпоративной культуры. Когда большая компания, там уже, конечно, размывается все, там CEO, роль CEO становится главной. Но у вас, получается, акционер, какими… Нет, конечно, роль CEO у Наташи Гаджаевой великолепна, у нас, ну, ее роль, безусловно, больше на сегодняшний день в создании атмосферы корпоративной культуры. Мы сейчас к ней придем, но все же, вот как вы поддерживаете, как хранитель, вот печать, вот это вот состояние корпоративной культуры, работу должны доставлять удовольствие. Что это такое? Просто сам получаю удовольствие, приходя на работу, я получаю удовольствие… Как это транслируется к людям? Ну, не знаю, я прихожу в офис, с утра я здороваюсь со всеми, с каждым человеком, не потому, что вот я где-то прочитал, что нужно… Это внутреннее состояние? Да, внутреннее состояние, я рад видеть каждого, ну, бывает, за редким исключением, когда там с кем-нибудь заискрил, и то я рад видеть, вот, и я, проходя по офису, с удовольствием каждого вижу, с каждым здороваюсь, если у кого-то есть вопрос какой-то, ну, я всегда готов на него ответить, двери моего кабинета открыты для всех, не все, особенно новые сотрудники решаются в них без стука заходить, но… Вы готовитесь? Ну, да, есть процедура какая-то, она разная, у нас нет какого-то такого барьера, поэтому вот новый человек, если он пришел, сел на рабочее место, то я с утра прошел, я с ним поздоровался, а дальше мы начинаем пересекаться где-то в кариберах. Вот как бы вы охарактеризовали свою корпоративную культуру, помимо работы, которую должны достать удовольствие, какие отношения между людьми, кто их поддерживает? Вот их поддерживают все люди, все, кто проработал в компании больше, чем X, а костяк компании, он действительно очень много людей… Ну, как вы сказали, там 10 лет или больше, да? То есть, у нас есть некая проблема, люди от нас по собственной воле уходят очень редко как-то, на самом деле мне бы хотелось, чтобы люди высококлассные, которые работают в нашей компании, чаще бы от нас уходили, я бы их уговаривал остаться. Они бы куда-то уходили, там подрастали, и мы бы ещё бы подрастали, и мы бы обратно забирали. Такой процесс есть, но он, к сожалению, не настолько масштабный, как мне бы хотелось. Поэтому мы очень много вкладываем в то, чтобы люди обучались. И внутри, и снаружи, и вот буквально сейчас у нас идёт огромная программа, потому что мы долго декларировали, что мы учим всех чему угодно, и вкладываемся в это, вкладывались. Я что-то свежим взглядом посмотрел в конце прошлого года и понял, что вот этот год у нас объявлен годом обучения снова. Что это происходит? Человек какой-то личный проект развивает, личные какие-то черту свои, личный характер, не знаю, что он всё, что угодно, вот сейчас у нас вопрос смежных компетенций. Ага, что это такое? Ну, скажем, у нас есть основная компетенция, это рекрутинг, хотя это не наша компетенция, мы всё-таки не занимаемся рекрутингом в чистом виде, мы берём на себя часть информационного обеспечения этого процесса, рекрутинг. Транспорт, по сути. Ну, да, рекрутинг, он сильно больше. Доставка кандидата до три пользователя. Да, или наоборот, доставка даже не кандидата, а информации о кандидате, информации о работе, оптимальным образом туда-сюда. Вот, и у нас, конечно, внутри есть эта компетенция у наших рекрутеров, дальше она, естественным образом, присутствует у клиентских менеджеров, дальше мы всё это обрабатываем в какие-то информационные системы, но всё равно с ростом количества людей размываются какие-то понятия, например, вот ответьте мне на вопрос, что такое вакансия? Это информация о том, что кому-то что-то, кто-то требуется. Ну, вот смотрите, мы с вами сейчас рассуждаем почти так же, как рассуждает, например, программист. Для руководителя, вот для меня, например, если, уберём, нет интернета, нет суперджоба. Это проблема, это пустый стул. Это пустый стул, правильно. Ну, вот, значит, у меня задача донести до всей компании на сегодняшний день какую-то общую терминологию снова свести воедино, чтобы, говоря вакансия, при том, что в нашем синонимическом ряду вакансия – это объявление у нас, или какая-то запись в базе данных с каким-то айтишником, то на самом деле синонимический ряд в жизни, он строится по-другому. То есть вакансия – это проблема, это пустой стул, это что-то не сделано. Как это донести до простого программиста, так, что люди извне приходят? Так, у нас на самом деле нет простых программистов, и люди всё-таки сильно отягощённые высшим а то и не одним образованием плюс самообразованием, люди, которые поработали в разных и очень серьёзных проектах, поэтому вот вбивать-то не надо ни в кого, просто часто надо шторки приподнять, у меня самого, я только тем и занимаюсь, что раз в три месяца или раз в полгода, или стараюсь каждый день у себя собственные шторки поднимать. Дайте, вот так как наша программа носит очень практический характер, и я стараюсь от всех своих гостей получить некие инструменты для личностного роста, для профессионального, как раздвигать свои собственные шторы или шоры, чтобы видеть мир лучше? Вот ваши секреты. Ну, секретов, в общем, особых нет, ну, надо общаться, надо читать, вот что говорить, читать, 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 ещё раз читать, причём не обязательно профессиональную литературу. То есть понятно, что хабр-хабр, там, роем, ну, читаем, читаем, да, или какие-то другие специальные вещи читают люди, которые с чем-то работают. Но читать Шмелёва или Лескова очень полезно. Для того, чтобы расширять, да? Для того, чтобы расширять кругозор и быть в состоянии на русском языке в письменном виде излагать собственную мысль. Читать Евангелие, ну, сам Бог велел, поэтому есть какие-то вот книги, если я не читаю чего-то там серьезного долгое время, такого толстого, супер-лонг-ридового, значит, чего-то вот… Уже есть потребность, не хватает чего-то, да? Уже там чего-то начинает не хватать, ты просто понимаешь, что ты перестаёшь нормальным человеческим языком выражать свои мысли, даже устно, а уж о письменной речи говорить нечего. Спасибо большое, отличный лайфхак. Может быть, смотрели фильм «Волк с Олл-стрит»? Ну, я слышал. Не смотрели. Отрывки тоже. Может быть, одни из отрывков, как вы видели, как Ди Каприо, ну, в роли того самого, да, стоит перед своим офисом и что-то им вещает, эмоционально заряжая на работу. Как вы это делаете, как вы доноситесь свои мнения до своих людей? Ну, иногда вот не менее эмоционально. Микрофоны… Да, телефоны кидают там в стенки. Ну, это, я надеюсь, не очень часто, но я человек достаточно эмоциональный, поэтому… Вот возникла идея, хочется поделиться со всем компанией. Каким способом? Ну, способы есть разные. Что регулярно, что нерегулярно, что… Видите, ведь идея такая штука в большой компании. Если ее не продать тем, кто будет ее исполнять… Забанит. …то ее отсаботируют на раз-два, потому что, не знаю, на то, что вроде как ты учредитель, высший руководитель, еще что-то, но, в общем, по большому счету, в коллективе с построенными процессами ты никто и звать тебя никак. Потому что вмешаться в отстроенный процесс с чем-то там новым, которое, может быть, не сильно предсказуемо, либо у людей есть совершенно другое мнение, ты считаешь, что это будет хорошо, а кто-то считает, что это будет, наоборот, очень плохо. И ведь, что самое интересное, это 50 на 50. Иногда ты прав, иногда коллективный разум, и мой опыт показывает, что коллективный разум сильно чаще прав, чем я. Или кто-то конкретный из менеджеров, кто, бывает, встает просто грудью. И говорит, нет, будет по-моему. Нет, ну, вы гробите компанию Алексея Николаевича. Окей, есть задача. Хотите поделиться своим мнением, чтобы так теперь компания жила? Что нужно делать? Есть разные инструменты, разные механизмы. Если я в этот момент нахожусь в офисе, то я тестирую идею сначала на… На ближнем круге. Не обязательно на ближнем, на любом сотруднике, кто там попался. Так, иди сюда. Ведь я представляю, кто там в чём разбирается, то есть какие-то идеи, связанные с клиентскими вещами, я могу потестировать на ком-то из менеджеров по работе с клиентами. Какие-то идеи, связанные с разработкой, с кем-то обсудить сначала из продуктовиков, или с теми же клиентскими менеджерами, или с программистами, прежде чем выносить это на уровень менеджмента, принятия решений, чтобы мы что-то там… Это технические идеи. А вот идеи менеджмента, управления, отношения, вот как вот, ну, например… Понимаете, это происходит гораздо мягче, спокойнее, вот какая-то… Через свои модели поведения? В первую очередь, да, конечно. Ведь сегодня говорят, что не слушают, смотрят, что делает человек. Ну, это всегда было так, смотрят, что делают, и ты тоже должен смотреть, что делают вокруг. И, конечно, главное – это способность уважать друг друга, любить друг друга, и умение договариваться. Потому что, ну, чем мы отличаемся от нефтяной компании, например? Вот какая-то высокотехнологичная компания. В нефтяной компании, в теории, можно всех снести, все равно скважина останется, с которой плещут деньги. Да, и вот можно убрать… А у вас скважина – это люди. А у нас скважина – это люди, и, в общем, роль личности в истории тоже никто не отменял, поэтому, конечно, незаменимых нет, но так или иначе, если уходит энное количество одновременно, например, ключевых людей, то это может быть тяжелый невосполнимый удар любой абсолютно компании, какая бы крупная, большая она не была. Соответственно, это особый тип и отношений между людьми, то есть, паучья банка не выживает в большинстве случаев в такой высокотехнологической компании. Плюс это понимание, что каждый может оказаться на твоем месте в том плане, что у него родится какая-то очередная гениальная неделя. Да, он пошел что-нибудь там отстартапил, и мы поменялись местами теоретически. И у каждого теоретически может быть какое-то свое хобби, и оно для этого человека важнее, чем программирование или менеджмент. Что является цементирующим, что люди столько лет вместе, отношения, ценности, ваша стратегия, для того, чтобы ее донести, вы об этом говорите, как вы видите свою компанию? Ну, я формальным образом, так вот, чтобы я толкнул какую-то речь, ну, это бывает 2-3 раза в год. Письма сотрудникам пишете? Письма сотрудникам я пишу, но так вот, чтобы я их писал регулярно и еженедельно, нет, такого нет. Позыв, да, пришел, написал? Ну, вот пришел какой-то позыв, ну, не знаю, я прочитал в обратной связи, ну, вот кто-то там необычно нас похвалил, мы каждый день получаем тысячами спасибо, но бывает, что вот, ну, вот что-то такое необычное, значит, я это выхватываю и рассылаю по компаниям. А корпоративный блог есть какой-то, который читает именно только ваши сотрудники? Да, ну, есть там закрытая группа в Фейсбуке, есть Интранет, конечно, дальше есть, понятно, там, Slack, корпоративные мессенджеры, то есть все это вот, ну, об этом рассказывать, наверное, смешно, потому что вряд ли есть компания, где там нет системы постановки задач, которая не использует Jira или что-нибудь подобное, ну, в нашей области, как-то, ну, поэтому, ну, это уже не конкурентное преимущество, это просто, ну, если этого нет, тебя нет. А так, ну, все используют какие-то системы постановки задач, от того, что я произнесу, там, что мы используем Jira или что-то другое, не знаю, там, какие фреймвоки используют для работы у нас программисты, я уже на самом деле, то есть я эти слова слышу, но я сейчас буду врать, если мне спросили отчёты, да, потому что я, конечно, представляю, сколько у нас там серверов, например, да, что там, ну, это порядка 100 боевых, а может быть там и больше. Резервных, но вот там 102 или 118, я, ну, просто я уже не знаю. Алексей, если скважина нефтяная, это люди, каждый конкретно взятый человек в отдельности, потому что он является со стороны, ну, понятно, что есть там топ людей, там есть какие-то более люди, от которых менее зависит, что вы для них делаете, ну, там, по принципу Гугла, Яндекса, там, не знаю, там, бесплатные обеды, завтраки, теннисы, всё. Пошёл, полежал, пошёл, почитал, там. Там пуфики, диваны, теннис, обеды, кофе, чай. Живут они в офисе, получается? Ну, я на самом деле противник того, чтобы люди жили в офисе, и я так понимаю, что в субботу-воскресенье люди, ну, за редким исключением, ну, вот если уж лично приспичило, а так, чтобы приспичило бизнесу, мы стараемся строить так, чтобы, ну, суббота-воскресенье люди принципиально не работали. То есть, закрывается офис на субботу? Ну, офис закрывается, у него, конечно, там, теоретически можно попасть, если кому-то зачем-то очень нужно, ну, там, первые… Режим работы. Ну, первые пять лет я сам жил в офисе, пока всё это, вот, но при этом я никогда не стремился, чтобы все жили в офисе вместе со мной в субботу и воскресенье. А режим работы люди, часть людей могут устанавливать себя сами, потому что, ну, чего тебе делать в офисе, если ты можешь не находиться в офисе, тебе этого не нужно. Но, скажем, есть клиентский сервис, там невозможно прийти, когда хочешь, когда… Там всё чёртко, да. Поэтому там есть люди, которые начинают работать раньше, заканчивают раньше, потом через час следующая смена, следующая смена, так всё это вот… То есть, по сути, с точки зрения менеджмента, ваша компания представляет уникальный сплав. Вот теория менеджмента, там, научный менеджмент, менеджмент отношений и ещё-ещё другие. Вот, например, с точки зрения клиентского менеджмента, вот это там, как бы, впереди задача, это как конвейер, да, по сути, Макдональдс, там всё чётко регламентировано. Если это непосредственно разработка и само по себе, так сказать, ключевая деятельность, то это, как бы, менеджмент отношений, где именно человек. Ну, там тоже много регламентировано, все скрамы, аджайлы и прочие, опять же, регламенты, которые… аналитики очень много, там, мы внедрили вертику в прошлом году, это тяжёлая такая аналитическая система, продолжается это всё внедрение, то есть там, большие бигдата, то, что вот модное слово, то есть мы посмотрели, разобрались, мы увидели, что да, мы вроде как там передним краем с EBITDA под 80% компания, оказывается, у нас очень много чего можно оптимизировать, вообще вот мы исходим с того, что нас всех заменят роботами в ближайшее время, да, но мы уже видим, что даже вот в текущей ситуации, там, 270 человек – это много, мы можем… Поджаться. Ну, не поджаться, а оптимизироваться, повысив эффективность и увеличив скорость работы просто за счёт, вот, оказывается, там, автоматизируя, вот 15 лет автоматизируя, оказывается, всё, можно у себя внутренним, нам, чем автоматизировать. Окей, закрывая первый вопрос, который я для себя пытаюсь обсудить и прочувствовать, вот всё-таки, как бы, люди понимают, стратегию развития компании, если да, то какая она? Вы знаете, вот мы часто обсуждаем эти вопросы, и получается следующее, что если кто-то был из топ-менеджеров, бывало такое, кто приходил и говорил, «Аксей Николаевич, вот объясните мне стратегию развития компании, вот я не понимаю, вот как-то вот их нет уже». Потому что, ну, вот если мы здесь, вот у нас ведь не огромная распределённая структура, там, не знаю, 20 тысяч филиалов или там 200 тысяч, как у «Почты России», и каждому менеджеру филиала надо объяснить стратегию «Почта России» или «Сбербанка», там, наверное, что-то надо объяснять. Вот Греф регулярно выступает, говорит, вот мы не банк, мы IT-компания, значит, будем, там, ещё что-то, да. Мы каждый день пересекаемся все со всеми, мы каждый день что-то обсуждаем, мы каждый день обсуждаем вызовы, там, конкурентную борьбу, новые идеи, ещё что-то. Если при этом ещё кому-то из топ-менеджеров надо объяснять стратегию компании, ну, значит… Что он здесь делает? Ну, т.е. вот он всем дальше должен объяснять, что мы делаем. Окей. А поскольку, смотрите, технологии меняются очень быстро в нашей сфере, да, то, там, кто бы мог предположить 10 лет назад, что будет вот всё вот именно так сейчас технологически, как оно есть сейчас, да никто, что с такой скоростью будет развиваться, там, мобайл, например, да, кто может сейчас предположить, что будет через 10 лет, никто, поэтому, когда мне говорят Алексей Николаевич, вот скажите, где мы должны быть через 10 лет, я говорю, вот если мы через 10 лет как минимум будем там же, где мы есть с точки зрения доли рынка, уважения, развития продукта, как бы прекрасно, но если мы ничего не будем делать, нас через ход не будет, поэтому просто для того, чтобы стоять на месте, надо очень-очень быстро бежать, всё время что-то экспериментировать. Та же самая Алиса наша, да, чтобы стоять. Так вот, всё-таки, если вот топ-менеджер приходит и говорит, слушайте, ну вот, Алексей Николаевич, помогите, вот не пойму к стратегии, чтобы людям объяснить, что бы вы ему сказали. Ну топ-менеджеры так не приходят. Не приходят. Вы с ними работаете отдельно как-то? Ну никак, я к ним каждый день вообще... Никак, ну просто в обычном режиме. Мы в обычном режиме, ну то есть у нас бывает, что вот, ну, накопилось-накопилось-накопилось чего-то, и мы садимся там, либо в переговоры, либо у меня в кабинет, либо пошли пообедали, и вот, ну что-то там разгребли, уложили по полочкам. Окей, отношение с силой. Я пришел из топ-менеджеров и сказал, а, Алексей Николаевич, там люди уровни выше меня, поэтому я к ним прихожу и говорю, что-то я... Они технически выше вас, да? Да они все, не знаю, что-то все. Окей, отношение с CEO. Как собственнику выстроить отношение с CEO, чтобы дать возможность руководить, не переходить на его поле, но в то же время быть в курсе всех событий? Здесь нет рецепта. Я думаю, что если это какая-то крупная компания, то это подбор в CEO, контроль результатов и вообще... Как у вас? У нас, ну я просто живу вот в этом, поэтому... То есть вы по сути не делитесь CEO, не CEO, собственник, вы все равно как бы вместе с ней, да? Ну это когда работает команда. Это как бы вы вдвоем, как бы партнеры. Ну, снова получается, что оперативными процессами я занимаюсь очень мало или не занимаюсь вообще. Я бы не смог ими заниматься. То есть, по сути, CEO-администратор? Ну, это далеко не просто администратор. То есть это вот CEO-стратег на три года. Стратег в том, что касается развития продукта, но он опять же коллективный стратег. Планов, бюджетов там. Планов, ну там, с бюджетами это больше финансовая служба, финансовый директор. А CEO-это развитие вот сервисов как таковых, клиентского менеджмента, того, чтобы там организм компании был здоровый как таковой, да, чтобы там процессы работали все. Поэтому это очень много. Генеральный директор свое видео с вашим сопряжает, вот говорит, я вот вижу это так, да, согласны? Ну, снова, да, мы... У нас очень редко нам требуются какие-то формальные встречи для сопряжения, потому что мы вот в живом общении находимся ежедневно. При этом все-таки мы IT-компания в некотором роде, поэтому я действия любого менеджера могу контролировать из любой точки... Удаленно. Откуда угодно. Точно так же это может сделать SEO, поэтому там всю историю взаимоотношений с любым клиентом я могу увидеть с телефона или с айпада, либо с случайного компьютера через VPN, то есть это все простроено, поэтому мы находимся... То есть у нас огромный open space, единственный кабинет это у меня. Это, в общем, это так. Каждый день ходите на работу? Не всегда. Почему? Ну, потому что не всегда нужно. В общем, я скажу из того, что топ-менеджерам не всегда нужно присутствовать физически. И это даже для, имеется в виду, для генерального директора? Ну да, ну а зачем? Если когда процессы построены, ведь одно дело, есть сотрудники, вот если уборщица не придет на работу каждый день, это будет проблема, и мы уважаем наших хозяюшек, потому что без них мы бы там заросли греть. Поэтому, да, это вот как то можно говорить. Меня может год не быть на работе, но при этом количество вводных, которое идет от меня, оно будет примерно таким же, потому что я что на работе использую систему постановки задач или обмена сообщениями корпоративными, что еду в машине, то же самое. Все то же самое. Все то же самое, поэтому это не принципиально, откуда я работаю. Как вообще относится к удаленной работе? То есть, судя по всему, положительно, да? У нас есть значительная часть людей, которые работают удаленно. При этом это люди, как выполняющие какую-то регламентную работу, то есть работающие по инструкции, модераторы, так и люди, которые работают творчески, там, руководители исследовательского центра. Ну, то есть, люди приезжают в офис, когда нужно, скоординироваться. На совещание. Или там, ну, может быть, на совещание, да? Ну, скорее, когда там есть какая-то идея, которую хотелось бы обсудить, или по какому-то, там, два раза в неделю, например, есть присутствия на дне у кого-то. Как-то так. Тот же самый Гугл в книге своей пишет, что никогда бы не возникла, там, почта или AdWords, если бы люди не встречались, там, в тусовках, не играли в теннис разных департаментов, обсуждая разные проблемы, задачи. У вас вот такие, как бы, гибкие команды внутри появляются для решения каких-то внутренних? Рождают они какие-то новые идеи? Ну, вот все, что мы видим на экране, оно все такими командами 15 лет, 16 лет и рождается. Кто создал систему мотивации внутри, и кто является ее проотцом? Вы знаете, тут я бы сказал следующее, что моя позиция, что человека мотивировать нельзя, он либо хочет, либо не хочет, человека можно демотивировать, демотивировать можно, а мотивировать, это странно, взрослого человека, если он пришел работать к нам в компанию, значит, он уже мотивирован чего-то делать, если он улыбается и здоровается с утра, значит, он мотивирован на корпоративность какую-то, на взаимоотношения, на работу в команде. Поэтому его можно только вот как-то там обидеть и демотивировать. А какая-то там для высококлассного специалиста дополнительная мотивация с точки зрения каких-то механизмов, психологической мотивации, еще что-то, ну, вот ты общаешься с людьми, это нормальная мотивация. Вот для меня мотивация – это общение с людьми, новые идеи, которые я воспринимаю, когда-то мы поспорим, это адреналин, без которого руководитель жить не может, даже если он может быть спокойный или он может быть эмоциональный, но ты отдаешь свою энергию, ты получаешь энергию людей, ты в этом варишься, вот это кайф как-то. Когда тебе вот это перестает доставлять удовольствие, значит, надо куда-то там либо в отпуск надолго уходить, либо там еще куда-то, ну, нельзя заниматься менеджментом, если просто отношения с людьми, тебе это удовольствие не представляет. Если спросить ваших людей, что происходит с ними с точки зрения мотивации, они скажут деньги или еще что-то, или наоборот деньги вообще не упомянули? Мы проводили в какой-то, когда-то на заре экспериментировали с разными методиками, в том числе оценку менеджеров, какие-то стратегические сессии, мы давно этой ерундой не занимаемся, ну, пробовали все, экспериментировали, ну, да, вот был какой-то тест, значит, что у этого менеджера вот там деньги 20%, 30%, а у этого деньги 45%, ерунда все это, ну, поэтому, да, конечно, люди работают за деньги, да, конечно, Суперджок платит рыночные зарплаты или там вышерыночных, и при этом предоставляют еще какие-то корпоративные плюшки, там, страховки, ну, то есть, вот это снова в нашей отрасли эти плюшки уже, ну, а плюшки есть, ну, у всех есть плюшки. Тогда уже ты просто не в рынке, да? Да, тогда ты не в рынке, ну, либо ты должен предложить какую-то там идею, как бы вот совсем такую вот, чтобы вот рвало на части голову, и вдаль ребята молодые, там, как правило, без семьи еще, вот они в гараже продолжают, это нормально, мы так же начинали, и слава богу, и часто ко мне приходят какие-то вот молодые или не очень люди с какой-то идеей гениальной, начинают рассказывать, что вот это вот все поменяет, да, и я очень часто говорю, что все это хрень, и работать не будет, но... Давай попробуй. Да, я говорю, знаешь, когда вот мы начинали суперджоп делать, 100% рынка говорил, что все это хрень, никто платить не будет, потому что никто никогда ни за что еще ни разу в интернете не заплатил, да, и суперджоп был первый, кто взял деньги за информацию в русскоязычном секторе интернета, во всяком случае, что там было там в Америке, ну да, там чуть раньше началось, но у нас мы были абсолютно первые, вот первый рубль заплаченный за информацию такую системную, вот был надо. Спасибо вам большое за это. Дальше вот этот рынок формировался, но когда это все начиналось, даже внутри компании никто не верил, что кто-то будет платить, не то что снаружи, я две недели просто, даже больше провел в митингах, нас было 10 человек, историю я часто рассказывал, что просто выхода не было, надо было либо закрываться, либо как-то начать зарабатывать, и вот я пришел в офис и сказал, ребят, вот все мы… Это как раз вот эти те и есть публичные выступления перед персоналом, да? Да, и все, мы вот теперь будем брать деньги за то, что мы делаем, потому что раньше мы все делали бесплатно, значит, мне все сказали, нет, никто за это денег платить не будет, потому что никто ни за что, во-первых, денег не платит, а во-вторых, есть бесплатное такое же, вот, ну хуже, но бесплатное же. Я с одним человеком говорил, убеждал его, что вот все заработает, он, значит, загорался, сказал, да, я верю, что все мы сделаем. Выходил из кабинета… И пошел обратно к ним? Пошел обратно к ним, значит, снова сомнения, я в это время с другим… Пришлось всех собирать. Да, и вот я две недели с каждым по три раза поговорил, три раза убедил, потом коллектив обратно всех переубедил, потом я понял, что либо вот надо что-то сделать, либо все, мои силы и кончились. То есть, соответственно, кто был согласен, остался, кто не согласен, ушел? Нет, просто я собрал всех, у нас не так много было тогда, там, 10 плюс человек, 12, может, 15, и у нас был еще и другой бизнес, параллельно компания, которая разрабатывала сайты, мы были одни из первых компаний, Тромверат Девелопмент, тот самый, помянутый вначале. Вот, и там, по-моему, часа четыре я митинговал, не выпуская никого из кабинета, вместе со всеми, вот пока одновременно у всех в глазах не загорелось одно и то же, пока все сомнения не были развеяны, пока все вопросы не были озвучены, мы из кабинета не вышли. И вот, когда я увидел, что у всех в глазах одно и то же, мы закончили и дальше получаем удовольствие. Отлично, вернемся буквально секунду, вы сказали, что для человека все равно человек работает за деньги. Вот сидит молодой перспективный парень и говорит, вот чувствую я внутри, что я недоценен. Раз, это внутреннее отношение, или второе состояние, я хочу зарабатывать больше. Какие у него есть возможности внутри вашей компании для того, чтобы, и вообще, есть ли у него возможности зарабатывать больше? Ну, исходя из того, что абсолютно все топ-менеджеры в нашей компании выросли с начальных позиций, и, в общем, всегда есть возможность зарабатывать. Вот приходит человек и говорит, слушайте, Алексей Николаевич, хочу больше зарплаты, что делать? Вы знаете, ну, ко мне не так, вряд ли я отправлю к его непосредственному руководителю с этим самым вопросом. А что может, какие полномочия есть у руководителя? У руководителя есть абсолютно любые полномочия, то есть, ко мне может прийти кто-то из руководителей и обсуждать подобные вопросы, но, как правило, они как-то там тоже у нас уже давно, вовремя оно с руководителем тоже решается. А так есть простроенная система, где вот даже там какие-то мелочи, как там вот происходит на самом поле, есть руководители, они знают, как с этим делом обращаются. Хорошо, окей. То есть, здесь вопрос какой-то. То есть, приходит и говорит, хочу больше денег. Нет. То есть, ответ нет. Почему? Ну, потому что мой опыт говорит, что сначала, если мы говорим о менеджменте, сначала есть какие-то достижения, и если все процессы нормально построены, то эти достижения очевидны. Они прогнозируемые, на самом деле. Они, может быть, не прогнозируемые, но они очевидны, и там вопроса для торга по зарплате нет. То есть, человек приходит, например, и говорит, вот я делаю «Хорошо, ну что там у нас?» Ну, ничего, все, пожалуйста, получи сколько хочешь там дальше. А если приходит человек, встречалось в моей практике такое, говорит, Алексей Николаевич, вот я могу лучше работать, но мне надо для этого больше денег. Все, пошел вон, ты уволен. Прямо сразу? Ну, сразу, не сразу, это закончится увольнение, на первом случае. Человек себя неадекватно оценивает. А как вот человеку подойти, чтобы заработать больше денег? Ну, тут есть какая тема. Есть компании, я верю или хотелось бы мне верить, что Суперджоп именно такая компания, где достижения людей замечаются. Во всяком случае мы стараемся замечать и простраиваем систему, чтобы достижения замечались и поощрялись. Наверное, мы здесь не идеальны. А есть компании, наверное, где не замечают. Не замечают. Поэтому вот там, где замечают или стараются замечать, там, как правило, спокойная атмосфера и вопросы с повышением зарплаты, они вполне прозрачны. Буквальный совет человеку, который собрался сегодня идти к своему руководителю и попросить повышение зарплаты, о чем ему надо задуматься? Ему надо задуматься, какое настроение у его руководителя. Выспался, он там не сбуду на Али пришел. Не ушла ли от него жена, не получил ли сын двойку? Это первое, о чем надо задуматься. Второе, о чем надо задуматься, а что ты предъявишь? Что ты принёс компании? Да, что ты, вот ты получал сумму x, делал x, теперь ты делаешь x умножить на 5, а продолжаешь получать сумму x. Тогда понятно. Значит, ты приходишь и говоришь, ну, смотрите, я делаю x умножить на 5, и у меня есть 18 предложений на зарплату в 3 раза больше, чем вы мне платите. Я согласен, там в полтора раза больше. Но хочу остаться в компании. Но хочу остаться в компании, потому что я знаю, что у всех ключевых сотрудников нашей компании всегда есть предложения на зарплату выше, чем они получают у нас. Слава Богу, я этому очень рад. Я бы дико расстраивался. Если бы их никто не приглашал. Если бы наших сотрудников не хантили, значит, у нас бы работали не лучше. Поскольку я знаю, что очень многих хантит. Кого не хантит, то просто еще, значит, не выставился чуть-чуть. Вот я не выступил на конференции или не поговорил с клиентом ни разу по телефону, потому что… Соответственно, его не схантят. Его пока… То есть, он вчера пришел, его пока не хантит. Супер. Оставшиеся несколько секунд фактически там наше времени. Вы собственник. Собственник крупнейшей антитехнологичной компании. Какие, может быть, два-три ключевых совета собственникам, может быть, оффлайн-компании? Какие сегодня в сферу диджитализации нужно однозначно иметь IT-инструменты для того, чтобы эффективно управлять людьми и компанией? Любовь к людям и голову. Все. То есть… Остальное просто прикладное, да? Инструментарий меняется настолько быстро, что вот в момент, когда… Масхед, что должно быть у собственника? Вот он проснулся, хотя бы три-четыре цифры с точки зрения, и какой транспорт для этого можно использовать? Я не хочу давать таких советов. У всех свое, сейчас запутаем, люди пойдут не тем путем. Надо ли вот смотреть в сторону диджитал, потому что наступает эта эра, и как? Да, все будем роботами. То есть, здесь есть прогнозы, что в ближайшие 10 лет рынок в количественном выражении сократится на 50%. За счет роботов? IT-компания – это все фигня, но Нордникель и Русал уже строят шахты без людей. Вот там роботизация. Мы готовим почву ко всему этому, а потом это выходит в тяжелые какие-то вещи, которые связаны с космосом, с рабочей поля на бескопаемых. Там уже урбанистика пошла. С тем, что мой прогноз – в ближайшие 10 лет 90% водителей лишатся работы полностью и навсегда. Последний вопрос в оставшиеся 10 секунд – секрет успеха Алексея Захарова. Это тайна. Не знаю, мне кажется, что я просто не напрягаюсь, что называется. В чем внутренний стержень? Вера? Вера 100%. Это очень важно и я это говорю совершенно серьезно, потому что без веры в Бога ничего не получается. Когда колбасить на человека, в любой момент можно за это схватиться. И удержаться. Или медленнее сползать, пытаться. И когда есть вера, мне повезло, вокруг есть люди другие с той же самой, с другой верой, на которой меня всегда поддерживают. Поэтому вера и люди – ты не можешь быть один. Спасибо огромное. Спасибо. Друзья, сегодня был Алексей Захаров. В невероятно интересный разговор от собственника, от владельца и совладельца крупнейшей IT-компании. Самое главное – это вера в людей и голова на месте. Спасибо за прекрасный эфир. Спасибо вам. И успехов, друзья, вам в вашем нелегком труде управления эффективностью российского производства и бизнеса. Спасибо.